Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава региона отметил, что санкционное давление не могло не сказаться на экономике промышленно развитого региона. Но благодаря своевременно принятым решениям по поддержке трудовых коллективов удалось стабилизировать ситуацию, экономика адаптировалась. Во втором полугодии 2022 в Самарской области ожидается рост уровня промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дмитрий Азаров отметил эффективность работы управленческой команды Автоваза во главе с Максимом Соколовым. В следующем году завод планирует выпустить порядка 500 тысяч машин. Такого количества автомобилей Автоваз давно не производил. Предприятие дополнительно набирает 4 тысячи сотрудников, имея в виду масштабную программу производства, отметил глава региона. Оказать помощь и поддержать каждого, кто в этом нуждается. Глава города Елена Лапушкина провела в администрации Красноглинского района Самары встречу с членами семей мобилизованных граждан. Как оформить кредитные каникулы, получить материальное пособие, определить ребенка в сад и школу. Эти и многие другие вопросы решаются адресно при участии администрации города. Подробнее в материале. Помочь с получением горячего питания для школьников, получить дополнительные лекарства или решить вопрос по усыновлению. С такими просьбами обращались родственники мобилизованных самарцев в главе города Елене Лапушкиной на личном приеме, который прошел в Красноглинском районе. По каждому вопросу близким дали разъяснение о порядке получения тех или иных услуг, а также о документах, которые необходимо собрать. Накануне удалось помочь семи семьям. Но помощь оказывается не только на личных приемах, но и в социальных сетях. Как раньше мы работали в социальных сетях, так работаем и сейчас. Сейчас каждое сообщение мы отсматриваем, расписываем его по компетенции и, безусловно, держим на контроле до решения того или иного вопроса. Если вдруг обращение ко мне, либо к департаментам не с территории Самар, то мы отправляем в тот муниципалитет, где по факту проживают эти семьи. Всего в Красноглинском районе более 200 мужчин были мобилизованы. В администрации регулярно общаются с их семьями, чтобы вовремя оказать необходимые помощи и поддержку. Встречаемся с людьми на постоянной основе. Обязательно каждый выезд в любой из поселков Красноглинского района посвящаем как минимум двум-трем встречам с семьей мобилизованными. Ну, вопросы, они понятны, стараемся их решить, помочь прийти на встречу. Встречи родственников мобилизованных с главой города в таком формате продолжатся. На очереди другие районы областного центра, в каждом из которых будут готовы выслушать, поддержать и помочь в решении самых сложных вопросов. Михаил Ермоленко, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Самару накрыло мокрым снегом, и такая погода ожидается в течение нескольких дней. По прогнозам синоптиков, в городе будет облачно, осадки в виде снега с дождем, температура воздуха от минус одного до плюс четырех, сильный порывистый ветер. В связи с этим коммунальные службы Самары приведены в полную готовность к работе в изменившихся погодных условиях. По поручению первого вице-мэра Владимира Василенко организовано дежурство так называемых КДМ – комбинированных дорожных машин. Их в режиме ожидания у коммунальных служб находится 56 на разных участках дорог. Техника оснащена всеми необходимыми инструментами для очистки дорог, а также загружена противогололедными реагентами. Как отметил Владимир Василенко, если погодный фактор сработает днем, то коммунальные службы будут работать в это время суток. Если вечером, то работать предстоит ночью. Встали в режим ожидания с водителями, которые сегодня в данной ситуации, как мы говорим, 12 часов находятся на работе, а потом меняются. В таком режиме полностью заправлены и загружены антигололедными реагентами. Знания против страха. Самарцы могут пройти курсы начальной военной подготовки. На протяжении двух недель новичков бесплатно обучают основам ведения боевых действий и полевой медицине. Качество образования проверил депутат Госдумы Александр Хинштейн, а вместе с ним и наша съемочная группа. Навыки оказания первой помощи обычно отрабатывают сотрудники медицинских учреждений. Сегодня ситуация нестандартная. Учения проводят для гражданских. Белая сторона – это стерильная, зеленая, соответственно, это сторона, за которую можно браться пальцем. Это мы с вами проходили. Накладывается на рану. Сердечно-легочная реанимация, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения. Эти приемы могут спасти человеку жизнь, даже если рядом нет врача. И лучше, если все эти действия отработаны до попадания в экстремальную ситуацию. В Самаре пройти курсы начальной военной подготовки «Рокот» может бесплатно любой желающий. Новичков за две недели обучают основам ведения боевых действий и полевой медицины. Занятия проводятся ежедневно и длятся четыре часа. Мы обучаем людей оказанию первой доврачебной медицинской помощи, а также тактической медицины, правила поведения людей в чрезвычайных ситуациях в условиях города и в условиях СВО. Мы просто хотим собирать наших людей, их обучать. Они от этого чувствуют себя спокойно. Судя по откликам, по отзывам, которые готовы предоставить, люди очень благодарны. Инструкторы рассказывают, как обычный шнурок может спасти жизнь человеку, что обязательно должно быть в полевой аптечке и как правильно наложить повязку на рану. «Для того, чтобы у нас повязка в дальнейшем не спала, мы накладываем круговые туры, неважно, эластичным бинтом каким или обычным нашим бинтом». Проконтролировать процесс обучения приехали депутаты. Они осмотрели кабинеты, где проходят занятия. «Будет приобретено необходимое стоповое оружие, в том числе и охлоченный автомат, для того, чтобы пусанты могли тренироваться, используя максимально схожее с реальным боевым оружием. Сейчас девушки создадут коммерческую организацию, и это позволит им получать напрямую субсидии и иные формы поддержки от регионального и иных бюджетов». По словам организаторов, спрос на начальную военную подготовку сейчас очень большой. В планах охватить как можно больше городов России. Для этого нужна помощь населения и спонсоров. Уже сейчас бизнесмены, преподаватели, врачи и военные готовы ее оказать. Все объединяются ради общей победы. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. В Самарской губернской думе прошел урок мужества для победителей конкурса творческих работ «Куйбышев. Запасная столица. Парад памяти 7 ноября 1941 года». Напомню, в 2022 исполняется 81 год со дня проведения парада в Куйбышеве, который вписан золотыми буквами в историю. Авторам лучших работ и их наставникам вручили благодарственные письма. В зале заседаний Самарской губернской думы в этот раз на депутаты, а школьники и педагоги. Все они стали победителями конкурса творческих работ «Куйбышев. Запасная столица. Парад памяти 7 ноября 1941 года». Сегодня для них провели урок мужества. Такое вообще не с каждым случается. Я думаю, мне очень повезло, что я вот сейчас оказался здесь. Я, наверное, буду это своим внукам рассказывать. Областной конкурс является частью международного патриотического проекта «Парад памяти». В этом году тема конкурса «Информационный фронт в год Великой Отечественной войны». Участие в нем приняли более тысячи школьников и студентов со всей Самарской области. «Мы стараемся сегодня вселить мысль в них о том, что память о людях, о подвигах их жива, пока эта память жива в наших сердцах». Победителям и их наставникам вручили благодарственные письма и грамоты. Всего 26 комплектов наград. Перед церемонией председатель губернской думы Геннадий Котельников поздравил учителей и школьников с наступающим днем народного единства. «Проходит время и все как-то успокаивается. Это да. Но не должно уходить никогда память о людях, которые отдали жизни свои ради того, чтобы жили другие хорошо, достойно и долго. Поэтому это страшная трагедия в истории вообще человечества. Это самая драматичная была война с таким большим количеством погибших». После церемонии награждения урок мужества продолжился в музее Самарской губернской думы, где для победителя конкурса провели экскурсию. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События. В Самарском техническом лицее провели экскурсию по музею, посвященному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве для учеников 46-й школы, среди которых были ребята из Луганской и Донецкой республик. Музейная комната в учебном учреждении открылась в 2011 году. С тех пор лицеисты старательно собирают материалы и уникальные экспонаты, связанные с парадом, и сами проводят экскурсии для всех желающих. Андрей Горгуленко продолжит тему. Настоящая боевая одежда времен Великой Отечественной войны, макет площади Куйбышева и множество разных деталей, находок и историй об участниках парада 7 ноября 1941 года. Все это собрано в музее, посвященному этому событию в Самарском техническом лицее. Обо всем этом посетителям рассказывают сами ученики. Перед тем, как стать экскурсоводами, они проходят подготовку, изучают материал, знакомятся с экспонатами, а затем рассказывают другим. Многие, как Иван Ивашев, находят дополнительные источники, чтобы больше рассказать о знаменательном событии. Чаще всего изучаем дополнительную литературу, другие источники. Хоть здесь, в нашем музее и так достаточно много информации, но когда хочется рассказать что-то большее, можно и посмотреть в других каких-то местах, пообщаться с участниками непосредственными парада. Открыли музей в лицее в 2011 году. С тех пор коллекция постоянно пополняется. Личные вещи передают родственники участников парада. Какие-то находки делают сами ученики во время поисковых работ, которые лицеисты проводят летом каждый год. Благодаря этому удалось опознать около ста безымянных бойцов, а около тысячи перезахоронить с почестями. В этом году ученики сняли фильм о своем музее. О том, как появился музей, о том, для чего он нужен, там поисковая работа отражена, ну и, безусловно, теми рассказывают о том событии, которое произошло. Ну, в такой, мне кажется, в живой форме. И я думаю, он поможет и, может быть, натолкнет, подтолкнет какие-то, может быть, и другие коллективы школьные к поддержанию памяти о Великой Отечественной войне. Сегодня гостями музея стали ученики школы номер 46. Среди ребят есть и те, кто вынужденно переехал в Самару из Луганской и Донецкой республик. Те школы, которые не успеют организовать экскурсию в лице и до Парада памяти, смогут познакомиться с историей одного из важнейших событий, в том числе через фильм о музее, который покажут в учебных учреждениях. Что отрадно, мы понимаем и видим интерес странных детей. И каждый год данная дата обрастает какими-то новыми, так скажем, традициями. То есть мы стараемся донести информацию практически до каждой школы, даже если дети не имеют возможности приехать сюда, чтобы они могли ознакомиться с историей этого мероприятия у себя в учреждениях. Музей в лице и открыт для всех желающих. Посетить его и узнать больше о Великом Параде 7 ноября 1941 года в Куйбышеве можно бесплатно в корпусе на улице Рабочей. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Далее коротко о других темах дня. Для получения домом зеленого сертификата нужно набрать более половины из максимальных 163 баллов. В России с 1 ноября этого года по 31 августа следующего будет проводиться эксперимент по маркировке черной и красной икры. Специальный код получит икра лососевых и осетровых пород рыб. Ранее в Росрыболовстве объяснили необходимость данной меры популярностью теневой продажи таких деликатесов. По задумке маркировка позволит не только очистить рынок от опасной продукции, но и серьезно повысит конкурентноспособность легальных производителей. Мнения о том, как это повлияет на цену, разнятся. В Росрыболовстве признали, что цифровая маркировка приведет к подорожению икры, однако рост, как отмечается, будет незначительным. При этом представители Центра развития перспективных технологий, выступающего оператором системы маркировки, отвергли возможность подорожения икры. С ноября ограничили вывоз красной икры с Камчатки. Теперь один человек сможет вывезти самолетом в багаже или в ручной кладе не более 10 килограммов икры. Ограничение будет действовать до августа 2025 года. Речь идет об икре непромышленного производства, то есть без заводской упаковки с маркировкой Евразийского экономического союза. Мера призвана ограничить реализацию незаконно добытой икры. ГИБДД и суды теперь не смогут наказывать водителей с российскими паспортами, управляющих личным автомобилем на основании водительских прав, которые были выданы в другом государстве. Об этом свидетельствует постановление Конституционного суда. Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения планирует направить в регионы указания. Согласно ему, инспекторы обязаны принимать иностранное водительское удостоверение у граждан России. Эти нормы будут действительны, пока в законодательстве не установят обязанность менять права на отечественные в течение года после получения гражданства. Подобный законопроект уже рассматривают в Нижней Палате парламентом. Президент поручил Кабинету министров к 1 марта представить предложение по созданию к 2035 году круглогодичных морских курортов. Предполагается, что такие курорты будут способны принять не менее 10 миллионов человек в год. Также до 1 июня следующего года правительство должно представить проект закона о праве регионов вводить курортный сбор, средства от которого будут использоваться для развития местной курортной инфраструктуры. В то же время Кабмину поручено представить предложение о выделении дополнительных средств на туристический кэшбэк на следующие три года, а также о возобновлении действия единой электронной визы для иностранцев из стран, не включенных в список недружественных. Директор Самарского областного художественного музея, председатель комитета по культуре городской общественной палаты Алла Шахматова отметила юбилей. Поздравить деятелей искусства приехали глава города Елена Лапушкина, депутаты, а также самые близкие друзья. Подробности в нашем сюжете. Громкие аплодисменты, счастливые лица и искренние поздравления. Алла Шахматова отмечает юбилей. Ее жизнь тесно связана с искусством. Она родилась и выросла в Самаре, окончила архитектурно-строительный институт, руководила несколькими художественными галереями. В 2018-м стала директором Самарского областного художественного музея, а в этом году вошла в состав городской общественной палаты и возглавила комитет по культуре. Алла Шахматова и сама пишет картины. Я всегда хотела быть художником и обучалась у одних из лучших педагогов, которые работали в Самаре. Мне очень радостно, что на свой юбилей я имею возможность показать свое творчество в соавторстве с прекрасным скульптором Володей Амадео. Выставка называется «Богиня Ирида». Богиня Ирида – это богиня радуги. И здесь мои семь холстов, которые посвящены этому удивительному явлению природы. Семь полотен, семь цветов радуги. Во многих культурах – это символ бесконечного божественного милосердия, благая весть. Основная идея проекта – рождение новой жизни. Поздравить Аллу Шахматову с праздником приехали глава города Елена Лапушкина, председатель городской думы Алексей Дегтев, депутаты. Для всех деятель искусства провела экскурсию и рассказала о своих картинах. Это жизнь, это радость, это так должно восприниматься. И поэтому равновесие хрупкое такое. Конечно, приехала с самыми добрыми пожеланиями, с самыми добрыми словами. Посмотрела ту выставку, которую она сегодня устроила своим гостям. Ну и, конечно, радуюсь за нее, желаю ей счастья, желаю мира, желаю развития. Друзья и коллеги отмечают виртуозное владение цветом и называют работы Аллы Шахматовой теплыми и уютными. Алла Леонидовна вообще очень талантливый человек. Как говорят, талантливый человек талантливый во всем. Поэтому она и талантливый руководитель, и, на мой взгляд, совершенно потрясающий художник. От этой выставки я вообще совершенно без ума. Живопись всегда была и сейчас остается отдушиной и любимым занятием Аллы Шахматовой наряду со служением музею. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События. Дарья Касаткина начала итоговый турнир WTA с поражения. А хоккеисты ЦСКА ВВС в первенстве ВХЛ наконец победили соперников из Саратова с четвертой попытки. Все детали в рубрике «Новости спорта». Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина стартовала на итоговом турнире WTA в американском Форт Уэрте. В первом туре группового этапа Дарьи противостояла Игос Вентек, лидер мирового рейтинга. В этом году соперницы четырежды встречались на соревнованиях, и все матчи остались за польской спортсменкой. Тенденция не изменилась и на итоговом турнире. Игос с первых минут мощно атаковала и почти не оставила шансов Касаткиной, ни разу не уступив гейм на своей подаче. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. 2-6-3-6, поражение Дарьи. Впереди у Касаткиной важнейший матч против американки Кори Гауф. Хоккеисты ЦСКА ВВС с четвертой попытки смогли обыграть «Саратовский кристалл» в первенстве ВХЛ. Несмотря на то, что в первом периоде гости нанесли вдвое больше бросков, на первый перерыв, лидируя в счете 2-1, ушли летчики. В начале второго периода самарцы повели 3-1, а затем за полминуты полностью упустили свое преимущество 3-3. В третьем периоде ЦСКА ВВС удалось вернуть разницу в две шайбы. Одну из них саратовцы отыграли на 53-й минуте. Затем почти две минуты гости играли с численным перевесом в два игрока, но так и не смогли его реализовать. 5-4 победа ЦСКА ВВС, которые пока лидируют в первенстве. А в чемпионате ВХЛ определили лучших игроков прошедшего месяца. Среди лауреатов – ротарь Тольятинской лады Александр Тружков, признанный лучшим в своем амплуа в октябре. В семи матчах Тружков одержал 4 победы, заработал коэффициент надежности 1,84 и отразил более 93% бросков по своим воротам. В матчах с Бураном и Челметом Александр не пропустил ни одной шайбы и заработал два сухаря. Гандбольные женские сборные России и Белоруссии, в составе которых были игроки Тольятинской лады, провели вторую контрольную встречу в Минске. Во второй игре хозяйки паркета лидировали половину первого тайма благодаря усилиям голкипера из лады Юлии Кунцевич, которая была признана лучшим игроком сборной Белоруссии в матче. Но долго сдерживать россиянок не получилось. В итоге победа сборной России 33-22. Телеканал «Самар и ГИС» вошел в десятку самых цитируемых СМИ Самарской области по итогам третьего квартала этого года. Результаты опубликовала компания «Медиалогия». Позиция в этом рейтинге – один из основных критериев оценки эффективности работы СМИ. Улучшение показателей говорит о том, что наш контент интересен не только читателям, но и коллегам из других изданий, так как они регулярно используют его для подготовки материалов на своих платформах. Сами рейтинги «Медиалогии» уже много лет являются одним из главных показателей качества работы изданий, на которые ориентируются не только ведущие федеральные и региональные СМИ, но и сотрудники пиар-служб крупнейших компаний страны. «Самара ГИС» планомерно улучшает свои позиции в рейтингах «Медиалогия». Впервые телеканал попал в топ-20 самых цитируемых самарских СМИ в 2020 году, заняв 18-ю строчку. По итогам 2021 года «ГИС» расположился уже на 14-м месте, сегодня – на 9-м. Напомню, наш телеканал – один из самых оперативных информресурсов в региональном интернет-пространстве. Кроме основной страницы, наши новости доступны на всех площадках в соцсетях – ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники. Идет активное расширение присутствия на популярных видеохостингах, в том числе развиваем новый канал Нару Тьюб. Общее число подписчиков на всех площадках превышает отметку в 78 тысяч. Далее выпуск продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. На старт, внимание, школьники первых девятых классов могут принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Она проходит до 20 ноября на платформе учи.ру. Формат онлайн-состязания делает процесс обучения детей основам безопасного поведения на дорогах познавательным и ненавязчивым. А также вовлекает в него неограниченное число участников, не только детей, но и взрослых. При прохождении задания у ребенка есть возможность не просто ответить на вопросы, но понять, какое действие будет безопасным, даже если об этом нет четких указаний в правилах дорожного движения. Для прохождения задания необходимо зарегистрироваться на образовательной онлайн-платформе и из личного кабинета перейти на страницу Олимпиады. Перед тем, как приступить к соревнованию, нужно потренироваться. Выполнять задания можно в домашних условиях при возможном участии родителей, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести» с Дворянской. Администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале напоминает, что сейчас идет всемирная неделя снижения потребления поваренной соли. Физиологическая норма потребления соли в день для взрослого человека составляет 5 граммов, это примерно одна чайная ложка. Столько соли нужно организму для поддержания водно-минерального баланса, проведения нервных импульсов и работы мышц. По данным Роспотребнадзора, многие жители нашей страны эту норму значительно превышают. Это одна из причин развития гипертонии, болезней сердца, проблем с почками и суставами. На базе Самарского машиностроительного колледжа состоялись соревнования по мини-футболу в рамках района и спартакиады среди студентов, обучающихся в учебных заведениях среднего профессионального образования Советского района. Победителями игры стали студенты Самарского машиностроительного колледжа, второе место заняли студенты Самарского филиала финансового университета при правительстве России, и третье место досталось ребятам из Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Золотухина, сообщает телеграм-канал администрации Советского района. Скажи свое мнение. Мы продолжаем проводить опросы в нашем телеграм-канале на актуальные и интересные темы. Эта рабочая неделя у самарцев, как и у всех россиян, ожидается короткой. 4 ноября – государственный праздник, День народного единства. У многих это выходной. Мы спросили у наших подписчиков, как они планируют провести это время. 58% ответили, что останутся дома. 20% планируют поездки в пределах области. 3% – столицу страны, а 19% собираются все же выйти на работу. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!